Вместе с ярмаркой откроется и каток в Липках. Там полным ходом идут подготовительные работы, а завтра начнут заливать лед. В парке обещают организовать прокат коньков и поставить теплые домики для переодевания. Из развлечений, диджей, мастер-класса от владимирских фигуристов и конкурсы на льду. Мои коллеги знают подробности. Им слово. На месте, где сейчас стоят эти мусорные контейнеры, к 25 декабря поставят избушку, прокат коньков. Цены обещают демократичные. Напротив – теплый домик-раздевалку. И еще один в глубине парка. Для уставших фигуристов по всей территории установят 50 лавочек. Сейчас заканчиваются работы по освещению. Иллюминация обещает быть по-новогоднему красивой. Липки засияют сотнями огней. И если ярмарка на Соборной площади закончится после Старого Нового года, то каток будет работать всю зиму. Подразумевается, что каток будет работать с 11 утра до 10 часов вечера. В остальное время будут вестись технические работы. Это очистка льда от снега, либо его до заливка и глажка льда. Парк в каток превращают уже вторую неделю. И лед в Липках начнут заливать завтра. Деревянные бортики установили давно и все это время подкидывают снег. Дорожки в парке Липта не чистят, создают специальную снеговую подушку. Когда тропинки начнут заливать водой, с тротуарной плиткой ничего не случится. Высокие бортики вдоль ледяных дорожек решили не устанавливать. Для безопасности катающихся укажут направление движения. Изготавливаем знаки и аншлаги, которые будут говорить направление, куда ехать, как вот на дорогах мы с вами ездим, да, так же и здесь. Куда можно ехать, куда нельзя ехать. Это будет все красиво и интересно. И для того, чтобы было безопасно, это будет одностороннее движение. И в частности, дорожка, на которой мы с вами стоим, она подразумевается для катания детей от 4 до 8 лет. Либо для тех людей, которые еще не научились кататься, здесь будет работать у нас специалист, который будет обучать всех кататься на фигурных коньках. Горожане отнеслись к идее по-разному, кто-то с осторожностью, но те, с кем нам сегодня удалось пообщаться, катку в центре только рады. Я, в принципе, здесь живу недалеко, и у меня у самой есть коньки. Я, как бы, узнала об этом совсем недавно, увидела всю работу. Я, в принципе, очень рада, как бы, вот такому вот прогрессу, то, что в нашем городе вот такие вот культурные программы задействованы, как и украшения к Новому году, и, соответственно, каток, тенишку и папу буду приводить, мужа всех. Будем здесь кататься обязательно. Я в полярь схожу, мне тут не надо кататься. Ну, я думаю, что будет нормально рассекать здесь на коньках. А вот в Владимирсударском музее-заповеднике превращению парка в каток не рады. Туристы именно здесь идут в палаты. Для пешеходов оставят тропинки по периметру парка, поясняют в администрации. Эти опасения, они напрасны. Тем более, что подразумеваются дорожки, которые будут вести к палатам и обратно, вот они не будут абсолютно не залиты, они будут чищены и комфортны. И мне кажется, все это будет хорошо. Каток в Липках создают на спонсорские деньги. Город лишь следит за ходом работы и обеспечивает развлекательную программу. А вот за счет казны будут заливать коробочки во дворах. Их во Владимире 19. Если погода не подкачает, там можно будет кататься уже с 15 декабря. В Управлении по делам молодежи обещают, как и в прошлом году, организовать зимой бесплатные уроки фигурного катания для детей.